Это Актуальное интервью. Здравствуйте, я Марина Захарова и мы говорим коротко о важном. Сегодня у нас в гостях председатель Государственного комитета Республики Саха-Якутия по занятости населения Степан Москвитин. Степан Иванович, я вас приветствую. Здравствуйте. Вот уже полгода, чуть больше прошло с того момента, как был подписан Егором Борисовым указ о социальной поддержке отдельных категорий граждан в Якутии. Каков результат на сегодняшний день по вашей линии? Какие мероприятия предусмотрены и уже реализованы на сегодняшний день в рамках этого документа? Да, действительно. Ну, во-первых, надо сказать о том, что этот указ направлен прежде всего решать две основные задачи, то есть отбор участников этих мероприятий, которые реализуются по линии Госкомитета, осуществляются именно муниципальными образованиями, главами поселений, так и которые создают эти комиссии комиссионно. То есть они отбирают людей, которые непосредственно нуждаются в поддержке, непосредственно готовы участвовать в этих мероприятиях. Это один из основных моментов. И второе, конечно, то, что благодаря указу в разы мы увеличили по этим трем направлениям поддержку населения. В целом, вот три мероприятия. Это общественные работы на селе, очень популярные мероприятия на селе. Здесь мы охватываем 2500 человек в целом по республике. Есть районы, где участвуют порядка 180 человек, 170 человек, 120 человек. Это значительно такая большая поддержка. Ну, во-первых, это Хангаласский район, Меганок-Хангаласский, Чуропчинский, Намский, Амгинский район. Он очень много заявок направляет именно по этому мероприятию. Виды работ, которые они осуществляют, это, конечно, уборка территории, озеленение, строительство изгородей. То есть уборка, значит, территории, славок и так далее. Те работы, которые на сегодняшний день востребованы муниципальным образованием. Второе очень интересное направление – это самозанятость граждан. Речь идет о том, что люди, которые нуждаются в работе, они предоставляют бизнес-план. Так, комиссионно на местах решается, одобряется или нет, или отклоняется данный проект. Так, будет ли он иметь успех в данном конкретном месте или нет. Так, и, значит, мы предоставляем материальную поддержку в размере 152 тысяч рублей. Вот с 1 июля сумма значительно увеличилась. Так, до этого было 82 тысячи. Ну, понятно, что на 82 тысячи маленький бизнес создать довольно сложно, да. Поэтому правительство приняло решение и увеличило эту сумму. По данной программе у нас предусмотрено средства на 415 таких проектов. Так, на сегодняшний день этот проект порядка 370, он уже реализован, то есть средства доведены, да. Ну, и в оставшееся время полностью будет эта тема закрыта. А кто может стать участником этой программы? Участниками могут стать те граждане, которые сегодня находятся на учете в центре занятости, значит, и считаются безработными гражданами. Но в целях расширения, значит, категории населения мы включаем в ближайшее время, это могут быть граждане не только признаны в установленном порядке безработными, но и граждане, находящиеся в поиске работы. Есть тоже такая категория. То есть они должны защитить бизнес-план для того, чтобы… Да, они защищают бизнес-план. А возрастной ценз есть? А возрастного ценза здесь совершенно нет. Все зависит от человека, его, значит, мотивации, его, значит, серьезности подхода. И, конечно, оценивается рынок местный, успешный будет бизнес или он неуспешный. Я, как сказал, это решает комиссия на местах, которые формируются, она такая плановая комиссия. Ну, какие виды, значит, деятельности, да, это, конечно, совершенно разные. Это, ну, очень популярно, это парикмахеры открывают такое дело, да, фотографы могут открыть дело. Вот есть примеры по очистке воды и так далее, и так далее. То есть даже вот хлебокая карния… То есть приоритет или социальная направленность? Да, ну, конечно, понятно, что на такие деньги вот открываются такие маленькие. Это называется самозанятость населения, так. Он создает себе рабочее место, региструет индивидуальное предпринимательство, так. И если расширяется у него бизнес, так, то он может и привлекать в себе, значит, других работников. В этом случае мы тоже рассматриваем, и я считаю, что это очень интересно с точки зрения дополнительного поддержки таких людей, которые уже свой бизнес установили, расширили его, да, и он уже, значит, живет и работает, да. То есть если он нанимает, то здесь тоже мы увеличим. И третья категория – это граждане, которые испытывают трудности в поиске работы. Ну, это те люди, которые, значит, освободились из мест лишения свободы, так. Которые уже искупили свою вину, ну, у них довольно сложно бывает найти работу. Таким людям мы тоже помогаем, так. Значит, и… ну, и другие категории – инвалиды, многодетные, значит, семьи. Здесь порядка 600 человек мы оказываем государственную поддержку в виде субсидирования, материальной поддержки. Вот то, что касается указа главы поддержки отдельной категории граждан, вот здесь три мероприятия у нас, так. И на сегодняшний день, на наш взгляд, оно происходит довольно успешно, так. Так, главы муниципалитетов на местах, где там, можно сказать, кровно заинтересованы. Ведь раньше как было, значит, центр… Хотелось уточниться как раз, какова роль муниципалитетов при выборе участников для вот этих самых работ на сельской, в сельской местности. Вот сама идея эта заключается в том, что на селах администрации, вот они создают комиссии, так, и эта комиссия, она решает, они же видят, им виднее, кому и кто нуждается в поддержке больше всего, да. Бывает так, что до этого было как, есть же люди, которые очень хорошо оформляют и собирают документы, и предоставляют их в центры занятости, они все находятся у нас в районных центрах, не все могут добраться из сел в районный центр, чтобы попасть в этот центр занятости, да. Поэтому на сегодняшний день эта схема принципиально изменена. В самих на сельгах муниципальные власти, комиссионы сами решают, какой семье предоставить. Так, заявка направляется в центр занятости в районный центр и уже принимается решение о финансировании того или иного, значит, гражданина или проекта. Степан Иванович, вот мы хорошо с вами поговорили о тех, кто хочет открыть, допустим, свой бизнес. То есть здесь все понятно. Давайте затронем глубже ту категорию граждан, которая именно испытывает трудности в поиске. То есть это инвалиды, это многодетные и лица, освободившиеся из места лишения свободы. Ведь известно, что работодатели неохотно берут на работу освободившихся людей из места лишения свободы, не очень охотно берут инвалидов на работу. Как здесь происходит с вашей стороны ваше управление, может быть, в рамках указа этого? Здесь есть государственные стандарты, это государственные услуги, расписанные Минтрудом Российской Федерации. К сожалению, эта помощь, конечно, она недостаточна. Она временная помощь. Мы оказываем материальную поддержку, субсидирование работодателю, чтобы он был заинтересован принять человека, который, значит, вышел из места заключения. Эта поддержка выражается в его заработной плате в размере порядка 20 тысяч рублей в месяц. То есть фиксируется заработная плата там же, да? Размер заработной платы фиксируется. Если он себя показал, ну, хорошо показал себя в течение месяца-двух, тогда у него есть шанс закрепиться на этом рабочем месте. Вот такой порядок и по такому порядку мы действуем. То, что касается трудоустройства инвалидов, это отдельная тема совершенно. Так она в наши рамки, наверное, не войдет. Но в целом, хочу сказать, что здесь, в целом по стране эта компания идет. Так, есть определенные поручения Минтруда Российской Федерации, правительства Российской Федерации. Сегодня у нас в республике, по данным Пенсионного фонда, 52 тысячи инвалидов. Так, из этих 52 тысяч инвалидов, 25 тысяч – это инвалиды трудоспособного возраста. То есть те, которые могут работать, так, и Бюро медико-социальной экспертизы им рекомендует работу. Так вот, из этих 25 тысяч инвалидов, наша задача на сегодняшний день – трудоустроить 34%. То есть 8 тысяч 800 инвалидов мы должны трудоустроить. На сегодняшний день считается трудоустроенными порядка 7 тысяч инвалидов. Это по данным Пенсионного фонда. Здесь мы эти данные не манитаем. А в какую сферу, можно сказать, больше всего устраивают таких людей? Совершенно разная сфера. Это может быть и банковская сфера, и клерки, и там, значит, в производстве. Но здесь еще есть одна тема такая, что вот создание оборудованных рабочих мест для инвалидов. Понимаете, она, значит, вписывается как раз-таки в майские указы президента страны. И до прошлого года мы получали субсидии из федерального бюджета. И в год создавали порядка 96-98 таких рабочих мест оборудованных. Но что это означает? Вы знаете, оборудованное рабочее место, если он страдает опорно-двигательным аппаратом, то есть ему необходимы определенные условия. Это довольно... Скажите, пожалуйста, а что нужно сделать вот этим вот категориям граждан, о которых мы сейчас говорили, да, для того, чтобы получить поддержку? Нет, здесь... Центр занятости прийти или куда? Да, центр занятости. Мы здесь по рекомендации Минтруда России совершенно другой подход. Если раньше было, что если инвалид придет к нам на прием, тогда мы его трудно ставим. В управлении имеете? Да, он приходит в центр занятости по местной регистрации. В каждом улочи у нас есть центр занятости, да, в муниципальном районе, в городе. Сегодня мы перестроили эту систему. То есть мы создали списки, реестры инвалидов, которые могут и которым рекомендована работа. Так, и на сегодняшний день инициативный характер. Мы их обзваниваем, мы им предлагаем подойти на прием, так. И если он не может подойти на место, сами выезжаем. В каждом центре занятости закреплен ответственный сотрудник, который занимается только инвалидами. Поэтому здесь вот работа у нас в этом плане идет. Надо сказать, что она сложная, есть субъективный характер. То есть не все имеют достаточную квалификацию работы, мотивацию работы и так далее. Степан Иванович, я вас благодарю за беседу. И напоминаю нашим телезрителям о том, что у нас в гостях был председатель Государственного комитета Республики Саха-Якутия по занятости населения Степан Москвитин. Оставайтесь на нашем канале, мы обязательно с вами обсудим самые важные темы. Всего вам доброго.